Подвал раздора. Собственники по адресу Мельникайте-94 объявили войну предпринимателю, который ведет свой бизнес в подвале их дома. По мнению жителей, в помещении цокольного этажа проведена незаконная перепланировка, что может привести к разрушению здания. Да и платежки с появлением арендатора значительно выросли. Заправдая, беспокоенные люди готовы идти в суд. В непростом деле разбиралась Светлана Зорина. Вот наш вход в подвал. Был в 61-м году. Сейчас он замурован. Ирина Шаламова по памяти и документам восстанавливает события. Раньше здесь были кладовые, а с недавнего времени кальянная и магазин одежды. Предприниматель арендовал подвал для ведения бизнеса у администрации и, по мнению женщины, сделал незаконную перепланировку. Нарушены все правила техники безопасности, пожарной безопасности. Именно закрыты все провода. Кальян кальяном, но трава травой. Но иногда у нас в подъезде стоит стойкий запах ацетона. Далее он втащил печь. Неизвестно какой мощности. И решил подключиться без ведома нашего дома. Всех претензий не перечесть. Жители решили провести для нас экскурсию. Здесь, видите, вот вода. Ирина Евгеньевна, вот вода. Но это грунтовая вода. Встали все это в курсе мы. Общедомовой счетчик, электросчетчик. В данный момент к нему может кто угодно подсоединиться. Ой, безобразие. Ой, какое безобразие. Это вообще бардак. И мы живем с этими фундаментами. Еще одно подозрение, что арендатор незаконно пользуется ресурсами. Уж слишком большие платежки приходят. Жители просят, они имеют на это право посмотреть ваши документы с ресурсниками. Покажите жителям. В настоящий момент сюда выехала инспекция водных ресурсов, которая, соответственно, проведет проверку по соответствию занимаемых площадей и, соответственно, имеющихся договоров водоснабжения. Естественно, если будет выявлено, что кто-то незаконно использует здесь в данном случае ресурс, соответственно, у него будет произведено начисление с момента заключения договора аренды на это помещение. Однако проверка показала, что нарушений нет, а платежки выросли из-за объективных причин. Например, за тепло и за низких температур зимой. Эти ответы были направлены собственникам жилого дома. Да, дом оборудован прибором учета. Прибор учета находится в исправном состоянии. Показания передаются по данному прибору учета в определенное время. Тем не менее, жители хотят, чтобы подвал стал их собственностью. Сейчас они собирают документы для суда. Как пояснили в администрации, такая практика в Тюмени есть. Например, по адресу Одесская, 47, аналогичный вопрос решился в пользу жителей. Светлана Зорин, Александр Вележанин. Тюменское время.